Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. В первую очередь, вам надо бы уточнить, что делать в этой ситуации, чтобы что. Потому что, поскольку это ваши отношения и ваш парень, то сказать, что вам делать, мы не можем. Так как не знаю, чего вы хотите заменять или замещать то, что вы хотите тем, что кажется, например, адекватным нам, и что не совсем корректно. Вот. Мягко говоря, не совсем корректно. Потому что это получается, как бы, как бы, что, ну, что вам навязывается какая-то позиция. Вот. А я думаю, что это не совсем приемлемо. Поэтому давайте вот сначала вы постарайтесь ответить именно на вопрос, что делать, чтобы что. что делать, для чего, для чего. Вот. Это первое, что я хотел бы у вас спросить и первое, на что хотел бы обратить ваше внимание. Следующее. У меня есть такое ощущение, что вы как будто бы привозитесь из-за того, что парень не обращает на вас внимания. Вот. И как будто бы вы сами не очень понимаете, что вообще с этим можно сделать. Вот. то есть вы пытаетесь как будто бы именно человека поменять. Как будто бы вы пытаетесь именно его изменить. Но при этом, на мой взгляд, вы не отдаете себе отчет в том, что вы от него зависимы. К сожалению. Скорее всего. Вот. В этом, пожалуй. И заключается основная проблематика. Ваше. Что почему-то вам лучше, удобнее, комфортнее, может быть. Образить свое внимание на него. Вот. И уделять внимание ему чем на себя. Вот. Соответственно, на мой взгляд, то, с чего вам нужно начать, это с того, чтобы вообще, ну, интересоваться своей жизнью. Ну, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, исходя из того, что вы описываете, складывается такое впечатление. Что вам интереснее, вот, думать про молодого человека, про то, что он делает и чего не делает, да. На вас достаточно сильно, получается, влияет то, что он играет, но на саму себя внимание вы, как будто бы, вот, не обращаетесь. Это очень печально и грустно. Вот. Потому что мне кажется, что вы достойны того, чтобы жить как-то вот своей жизнью. Мне кажется, что вы достойны того, чтобы обращать внимание больше на себя. Вот. И если вам по какой-то причине это сложно, то, в принципе, мы вам можем в этом помочь. Момент только в том, хотите ли вы, чтобы мы вам помогли, или вы просто ищите, вот, какой-то правильный ответ, касаемо того, как действует. Не особо задумываясь о том, что дальше делать. Вот. Собственно, что получается. Молодой человек не боится вас потерять. Молодой человек, уверен, что... вы будете с ним, собственно, своим поведением, как-то вы... это подтверждаете. Вот. Ну, как мне кажется, как мне видится, да, что вот... вы подтверждают своим поведением, что... действительно от него, от него вы особо-то никуда не уйдете. Он это видит, он это чувствует, он это знает. Соответственно, зачем ему что-либо менять? Зачем ему что-либо менять? В таком случае. Ладно, мне кажется, нужно ответить себе на этот вопрос. Зачем ему меняться? Вот. Необходимо также, честно, постараться ответить себе на еще один вопрос. Вот. Я хочу, чтобы он поменялся. Чтобы он снова, вот, изменився, да, перестал играть, к примеру. Вот. Или, чтобы меньше играть. Я этого всего хочу. Я этого всего хочу... для себя. Я этого всего хочу. Для него или для себя. Вот на этот вопрос вам, как мне кажется, нужно ответить тоже. Потому что у меня сложилось впечатление. Такое. Что вы этого хотите больше для себя. Это нужно вам, по моим ощущениям, больше, чем ему. Но если это нужно вам, то получается, что вы стараетесь решить свои проблемы за его счет. Вот. И дело не в том, что вы поступаете как-то плохо там или что-то еще. Я здесь не морализатор, что вот, собираюсь, собираюсь. Дело в том, что вы таким образом делаете себя зависимым. Собственно, вы уже зависит от него. Вот. И чувствуете, вероятно, как раз не слабо. Не слабо. Не слабо. Свои. Свои не слабо. Ваш шаг, что вы не слабо. Слабо. Вот. И вам кажется, что только от него зависит вот. То, когда-то, когда-то, когда-то ваша жизнь будет складываться. Ну. Как бы. Согласиться с этим, мягко говоря, сложно. Мягко говоря, не хочется такого ошибся, потому что, вот, все-таки, хочется верить в то, что, что вы, ну, скажем так, самостоятельно. Ммм. Ммм. Бопопс. Самостоятельно. Вот. Но для того, чтобы. Вот. Самостоятельность. Вам реализовать. На мой взгляд, необходимо начать. увлекаться в своей жизни. Вот. Сейчас вот вы этого не делаете. Сейчас вы в своей жизни не увлекаетесь. Сейчас вы в своей жизни не интересуетесь. Какой-то очень разный момент, что если вам не интересна ваша жизнь, если вы не интересуетесь идею, то естественно, естественно, что вы будете переключаться на другого человека, ну в данном случае на молодого человека. Ну наконец, пожалуй, вот еще что хотел бы сказать, что скорее всего, скорее всего, не просто так. Мужчина начал играть в slow note, ну в видеоигры. Очевидно, начал играть он с вами. Соответственно, видеоигры часто используются как средство избегания чего-то. Значит, молодой человек вполне возможно от чего-то убегает. И то, как вы себя ведете, напоминает, родительское поведение, родительское отношение соответственно. Возможно, он чувствует, что вы по отношению к нему ведете себя как родитель, что его напрягает. И он хочет от этого избежать. И избегает от этого в игру. Понимая, что вы, как бы, ну, не выдают. А вам, ну, плотно, ну, цифры несколько по-иному выражать свои цифры. Вот, не только по-иному выражать то, что вам важно, то, что вам ценно, вот. Так, чтобы не травмировать, словно говоря, его. Вот, чтобы мужчина не, ну, не, до мужчины, чтобы не было, там, грубо говоря, привлекательнее, вот, уходить в игры. Как это все происходит? Вот, примерно, такой ответ. Я могу вам дать, сейчас, в точке, в точке времени психологии, в точке времени психотерапии. Вот, в точке времени, конечно же, своих, вот, ценных, да, да. В точке времени того, что мне важно, в точке времени своего опыта. Что делать в Решатвайм, я надеюсь, на то, что определенную пищу для размышления я вам дал, а дальше уже. Думайте вы сами, как вам действовать. Мне кажется, что это будет достаточно справедливо, чтобы не брать ответственность. За вашу жизнь. Кстати, то, что вы спрашиваете, что делать, косвенно мощно мигает на то, что вы боитесь, как раз, личной ответственности. За, за, за свою жизнь. Брат, брат, вам страшно. Так, почему Алёша, как не обращает на вас внимания, вы реагируете на это. Ну, это очень по моим ощущениям. Вот. Так, как будто, предстоит что-то получать от него. Вот. Это, мягко говоря, печально. То есть вам бы вот именно, вам бы поработать немножко в этом направлении. Вот. Чтобы. Больше. Себе. Себе добирать. Вот. А вам уже, в принципе, я думаю, разберётесь, как действовать, как, как, как вообще себя вести. Ого. Пожалуй, на этом всё. На этом можно закончить мой ответ. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам сделать первые и первые шаги. Вот. И начать психотерапевтическую работу, если вы заинтересованы в этом. Конечно. Ну, вам я желаю всего самого доброго и удачи. В общем, обращайтесь за помощью, не затягивайте, потому что созависимые отношения могут быть достаточно деструктивными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!